Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с нашими общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни нашего Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про конкурс общественной палаты под названием «Создадим красоту вместе», то, что раньше называлось «Красивое место». И если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители общественной палаты Одинцовского района Мария Вячеславовна Подъепольская. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Вячеславовна, мой коллега по Одинцовскому телевидению и по совместительству председатель комиссии общественной палаты, которая занимается информационной поддержкой ее работы и освещением ее деятельности. И, кроме того, Галина Васильевна Рязанова нас сегодня посетила. Добрый вечер. В свою очередь, Галина Васильевна, член комиссии по культуре, спорту и туризму. Ну что же, конкурсы общественной палаты – это уже довольно такая традиционная вещь. В районе их уже было много. Причем я говорю даже про непосредственно ваш созыв. Пускаем даже то, что было раньше. Вообще за последние годы очень многое вы сделали. И вот что-то принципиально уже новое. Конкурс, повторяю, называется «Создадим красоту вместе». Ну, давайте вот с самого начала начнем. О какой вообще красоте идет речь? Что это такое? Ну, так, Галина, в самом посыле, уже в самом названии, есть некий призыв к совместному действию. Да, создадим красоту вместе. Мы обращаемся к жителям Одинцовского района, чтобы они приняли участие в благоустройстве того места, где они проживают. Речь идет о дворе, преддомовой территории, ближайший сквер, все что угодно. Второй слоган этого конкурса – «Твой район, твои идеи». Действительно, нам очень важны идеи, которых, я уверена, немало у наших жителей. Задача конкурса – прежде всего, это комплексное благоустройство дворов, это пробуждение творческих инициатив, это стремление к тому, чтобы воспитать бережные отношения жителей к тому месту, где ты проживаешь. Конкурс проводится, это совместная инициатива, проводится совместно с территориальным управлением Одинцовского муниципального района, городских округов Ласиха и Краснознаменск, главного управления архитектурой и градостроительства Московской области. Это один из организаторов конкурса – общественная палата Одинцовского района и поддержку и содействие конкурсу оказывает администрация Одинцовского района. Мария, смотрите, такой вопрос. – Понятно, что раз речь идет о достаточно серьезных вещах, понятно, что эта земля, предумавая территория находится на чем-то учете и так далее, разумеется, вас поддерживает администрация. Но хотелось бы понять, о каком конкретном благоустройстве идет речь. Исключительно, например, в выборе зелени и цветов для клумб, что больше нравится, или, возможно, даже действительно какие-то архитектурные будут инициативы. Например, вот здесь вот будет у нас конкретно, условно говоря, тротуар, вот здесь вот будет зеленая часть, вот это будет территория для отдыха с малолетними детьми. Вот насколько глубоко этот конкурс действительно может копнуть? – Фактически конкурс этот не имеет границ, хотя творческие идеи, инициативы мы пытались оформить в несколько номинаций, я их назову. Но прежде всего мы руководствуемся положением о конкурсе, который был утвержден общественной палатой. И в соответствии с этим положением есть семь номинаций. Вот одна из них – парк имени Люба Новосева. Мы предлагаем жителям предложить свои варианты благоустройства этой территории. Затем такая, наверное, одна из самых популярных номинаций, самая такая вот удобная для реализации – это малая архитектурная форма. То есть мы предлагаем жителям нарисовать скамейку, может быть, там веранду, беседку, урну, все что угодно. В какой угодно форме и прислать к нам на конкурс. Дальше тоже конкретный адрес номинации «С прошлого в будущее». Варианты архитектурного решения въездных ворот Старой Смоленской дороги на Можайском шоссе. Все мы знаем, да, вот эта арка знаменитая. Мы предлагаем жителям пофантазировать на тему, как бы могли выглядеть въездные ворота. Мария Вячеславовна, такой вопрос сразу. Смотрите, интересную тему затронули. Ведь есть очень многие бытовые, действительно, какие-то вещи, к которым мы все привыкли. Та же урна, вот вы вспомнили. Но мы все понимаем, что такое урна с нашего детства, да, из поколения в поколение. Никакая непонятная, что такое урна. Стандартная объекта. Да, 90-е принесли невероятное разнообразие. Раньше все урны были круглыми, некоторые теперь стали квадратными. Восторг, конечно, полный. Но, может быть, действительно, даже из таких вещей есть возможность, главное, я так понимаю, тут в материальный момент все упирается, сделать что-то интересное. Например, в Германии, я знаю, в том же Дюссельдорфе, есть улица, большой арт-центр фактически. Когда-то это была старая, непонятная, призаводская территория. Это были бетонные коробки, по сравнению с которыми наши хрущевки известны. Это что-то вообще невероятное архитектурное и классное. Что сделали власти местные? Они привлекли арт-художников, уличных художников, скульпторов. Которые помогли все это. Да, действительно, они выделили им небольшой бюджет. По меркам немецким, действительно, небольшой достаточно. И полностью развязали руки. Результат сегодня этот район, хотя там не было никаких капитальных ремонтов, это те же дома, превратился фактически в культурный, такой, знаете, молодежный, бунтарский, даже во многом центр этого города. Там яркие дома, там какие-то непонятные скульптуры, знаете, зверушек из детских мультиков, которые карабкаются по этим стенам и так далее. И туда переезжает богема. Почему? Потому что это необычное место. Потому что это креативно, это здорово, да. Это творческое место, где можно так же творить. Да, совершенно верно. Но, безусловно, это в любом случае, вот проведение такого рода мероприятий, это все-таки сфера ответственности администрации, правильно? То есть это их решение должно быть о том, что мы выделяем некую территорию под такой креатив. Мы же выступаем неким посредником между людьми, и в данном случае администрацией, территориальным управлением, которые готовы, которые хотят слышать. Жители готовы к сотрудничеству, хотят узнать, чего хотят жители. А есть ли какие-то ограничения, соответственно? Или вы принимаете вообще любые заявки? Абсолютно любые. Только по возрасту. Есть возраст, да. По возрасту, что... То есть никаких правил, условно говоря, ребята, две скамечки и выбор краски, и все. Ничего такого нет, да? Нет, вот Маша не договорила. Есть четвертая номинация «Нарисуй свою детскую площадку». То есть мы бы хотели, чтобы дети показали свои идеи, как бы они хотели увидеть свой дом, свою придомовую территорию, с какими-то интересными элементами. С элементами, все что угодно, да. Как они видят ее, как они себе фантазируют, представляют. А ведь, если я не ошибаюсь, мы ведь подготовили как раз фотоматериал небольшой, как раз недавно было какое-то мероприятие социальное, там были ребята, и как раз общественная палата в вашем лице предлагала ребятам нарисовать, что они вообще хотели бы увидеть. Да, ребятам было просто предложено нарисовать все, что угодно, любую малоархитектурную форму. Ну и ребята рисовали. Действительно, вот здесь вот проснулся креатив, детская фантазия, интерес. Взяли карандаши, фломастеры, нарисовали необычные лавочки. Потом вот там, например, была урна в виде пончика. Затем, что у нас, карусель на моторчике. Урна с цветком. Затем какой-то необычный совершенно такой городок с различными элементами. Прекрасный фонтан. Была даже у нас заявлена горка в виде хот-дога. С бубликом. Да, с бубликом. А может быть, сейчас прямо покажем нашим телезрителям? Прошу, вы можете даже сейчас в камеру даже показать. То есть такая вот аппетитная такая форма, да. А это фонтан Микки и Мини. А рядом нужно сразу с такой игровой формой ставить муниципальную какую-нибудь столовую. Потому что аппетит, конечно, должен просыпаться мгновенно. Потом еще вот интересный такой вариант скамейка хот-дог. Вот Анастасия, девочка, придумала скамейку хот-дог. На самом деле, вот действительно такая забавная штука. Но ведь хот-дог выглядит как скамейка, да. Если его немножко трансформировать, если раскрыть, пожалуйста. Очень даже весело и здорово. Вот тоже стаканчик такой вот, я так понимаю, что это урна. То есть все, вот у детей моментально просыпается фантазия. Они творят, но это делалось в обиденное время. Поэтому у нас такая тема. Да, астрономическая тема пошла. А, Святослав, хотелось бы дополнить номинации. Вот нарисуй свою детскую площадку, Галина сказала. Еще такая номинация, как Самоделкин. Это номинация для тех творческих жителей района, которые уже своими руками что-то создают. Они придумали, сделали, поставили во дворе какую-то необычную форму архитектурную. Они могут ее сфотографировать, заполнить заявку и также прислать на конкурс. Вот в эту номинацию. Затем предусмотрена номинация «Открытие года» для самой безбашенной, скажем так, идеи. И в то же время, несмотря на всю креативность, необычность, оригинальность, важна реализация. То есть нужно понимать, что те люди, которые будут воплощать эти идеи, они должны иметь возможность это воплотить. То есть это должно быть все-таки что-то действительно решаемое. Да, сезонное, доступное. Это, знаете, отдельный вопрос. Кто будет находиться в жюри? Ведь, понятно, если, смотрите, нету никаких ограничений по фантазии, то я очень сомневаюсь, что в конечном счете может выиграть проект, который будет совершенно каким-то космическим, безоблачным. Да, не в упал. С точки зрения решения. С точки зрения материалов применяемых, с точки зрения банальной нехватки возможных мест, и главное, конечно, материальных. А кто будет все-таки в плане комиссии, кто будет находиться в жюри? Ну, у нас конкурс разбит как бы на две части. То есть первая часть у нас экспертная комиссия, в которую входим я и Маша, и еще люди из архитектуры. То есть мы будем отсматривать полностью все работы, принимать, смотреть заявочки. И уже от работы, может, просто кто-то телефон не оставил, то есть мы их обработаем. И уже сам состав жюри выбирать будет. Это у нас первый. Лазутин Лариса Евгеньевна, герой России, депутат Московской области. Завражил Кирилл Александрович. Это архитектор, начальник территориального управления Денцовского муниципального района. Главное управление архитектуры и градостроительств Московской области. Иванов Захар Юрьевич, наш председатель общественной палаты Денцовского района. Каратай Михайлов Владимирович, заместитель руководителя администрации Денцовского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. И Иван Четко Святослав Николаевич, это архитектор, член Союза архитекторов России. То есть это люди, которые будут смотреть на реализацию, с точки зрения общественности, и с архитектурной точки зрения, можно ли это воплотить и сделать. Потому что, например, та же урна, она может быть красивой на рисунке, то есть как бы булочка, но как ее сделать, какие материалы на нее пойдут, сколько это будет стоить, это как бы тоже отдельная тема, где люди должны, те же архитекторы, в этом разбираться и помогать. Потому что все мы понимаем, одно дело хотелки, даже самые красивые и интересные, а другое дело все-таки реальность. Скажите, пожалуйста, а какие вообще награды предусмотрены и предусмотрены ли в принципе для людей, которые в этом конкурсе будут участвовать? Безусловно, награды предусмотрены, будут определены победители в каждой из семи номинаций, заявленных в конкурсе, будут грамоты, дипломы, материальные подарки. Но главным, я думаю, что главной наградой станет реализация данного проекта. То есть то, что человек, который придумал что-то, увидит воплощение, реальное воплощение своей идеи на территории Одинцовского района. То есть это факт, в каждой из номинаций будет один победитель, и этот победитель будет в конечном счете реализован, правильно? Безусловно, да. Мы еще не сказали о такой важной номинации, как «Играем вместе». В самом начале перезагрузки общественной палаты, когда мы приходили к вам в начале создания проекта «Разберемся» на эфир, мы говорили о таком проекте, как «Играем вместе». Проект для детей-инвалидов, детские площадки, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Была такая идея, проект до сих пор находится в таком, есть на бумаге, но в реальности пока он не реализован. И мы решили с помощью данного конкурса попробовать реализовать хотя бы часть этого проекта, поэтому в конкурсе «Создадим красоту вместе», «Твой район», «Твои идеи», заявленная номинация «Играем вместе». В ней может принять участие тоже любой желающий. Безусловно, в этой номинации могут принять участие компании, проектировщики, которые занимаются производством игровых элементов, специализированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку здесь есть своя специфика. Правда ведь? То есть обычная карусель, качеля может не подойти. Поэтому эта номинация, я надеюсь, что будет востребована. Очень хотелось бы в этой номинации увидеть и участников, и, безусловно, победителей. Действительно, хотелось бы. И ведь, как показывает практика, действительно, есть уже прецеденты успешные. Не далее, как на прошлом эфире, у нас здесь сидел представитель общественной палаты Московской области, который рассказывал, в свою очередь, про губернаторскую премию «Наша Подмосковья». И он приводил пример как раз-таки женщины из городского округа Звенигород, которая предложила подобный проект. Он был успешно в Звенигороде реализован. Это действительно площадка, которая имеет детская площадка, игровые формы как для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и для обычных детей. И тут двойной плюс, в конечном счете, получается. Во-первых, дети действительно, у которых проблемы со здоровьем, могут банально почувствовать себя детьми, поиграть. Детьми обычными, интегрированными. И с другой стороны, да, вы правильно говорите, происходит интеграция социальная. Они действительно общаются с самыми обычными ребятами. И знаете, пока вот еще все-таки они дети, да, у них вот нет каких-то стереотипов там непонятных и так далее. Они ведь абсолютно друг друга принимают такими, как они есть. Там нет никаких ни обид, ни оскорблений, ничего. Это просто дети, которым нужно особое внимание, и дети простые. И вот на этой площадке они чувствуют себя единым целым. Так что, да, примеры действительно очень интересные. Уважаемые зрители, я напоминаю, вы смотрите передачу «Разберемся». Мы сегодня говорим о проекте «Создадим красоту вместе». Вы можете сами предложить общественной палате какие-то варианты, вот на ваши непосредственные варианты, как, на ваш взгляд, лучше всего украсить, облагородить, может быть, переделать ваш двор. Звоните, наш телефон 508-86-84. И даже если у вас есть какие-либо другие обращения с ЖКХ, спорт, неважно, звоните. Мы все равно любые ваши звонки, любые ваши обращения передадим в общественную палату Одинцовского района. Ну что ж, давайте пока продолжим нашу беседу. Всего, получается, если подводить итог, сколько у нас номинаций? Семь номинаций у нас получилось. Семь номинаций. А вы уже принимаете заявки, верно? Да, у нас поступают заявки. Да, заявки принимаем. И есть же определенная форма подачи заявок и форма подачи проектов. С 1 июня у нас начался прием заявок. Он продлится до 30 июля. А подать свой проект можно двумя способами. Во-первых, можно прислать и заявку, и сам проект на почту конкурса «Создадим красоту собакамail.ru». Затем, если нет возможности, можно просто принести свой проект в администрацию Одинцовского района по улице Маршала Жукова, дом 28. Там в фойе установлен специальный ящик, куда можно свою проекцию, заявочку опустить. Давайте еще раз повторим, если зрители не слышали, улица Маршала Жукова, дом 28. Скажите, а можно ли где-то уточнить адрес непосредственно электронной почты? Можно найти на сайте общественной палаты. Можно прочитать положение о конкурсе, более внимательно ознакомиться, какую заявку нужно написать, где можно оставить пакет своих идей. А где там конкретно можно найти? Просто по поиску написать «Создадим красоту вместе» или как-то там отдельно разделы есть? На сайте общественной палаты, op.1.ru, в разделе «Документы», размещено положение о конкурсе и форма заявки. Заявка обязательно. Для чего нам нужна эта заявка? Ну, прежде всего, в ней содержится информация о человеке, который принимает участие. Указывается возраст, контактная информация, чтобы мы могли связаться с ним, обратная связь, номинация, краткое описание проекта. И еще очень важный момент, что указывается в этой заявке – территория, где планируется расположить арт-объект или реализовать проект. Это своего рода анкетирование. То есть мы хотим узнать у жителей, где бы они хотели увидеть места благоустройства, где бы они хотели увидеть какие-то особые элементы. Это тоже такая вот обратная связь. Очень интересно узнать у жителей, в каких местах каких элементов им не хватает. Правильно? Вот, например, уже у нас на почте есть заявка от одного мальчика из нашей районной деревни. Да, из села, что радует. Да. И прислал, нарисовал лошадку и указал, что вот на въезде в населенный пункт хотелось бы видеть эту лошадку. Тоже забавно, так вот очень мило. Затем... Я очень надеюсь, что молодой человек не предлагает реально лошадку сажать на привязь и держать для... Нет, нет, нет. Это просто такой вот элемент, да, интересный. Почему бы и нет? А мальчику 7 лет, все очень мило. Ну, вообще, конечно, бы хотелось не только, чтобы детки присылали, да, но и взрослые участвовали в этом конкурсе. Вы знаете, у нас на самом деле с дворами последние годы очень активно занимаются. Не только вы эту активность проявляете, так наверняка многие жители нашего района знают про традиционные праздники двора, которые в городе Одинцово проходят, ну, много где. Я сейчас предлагаю посмотреть пример такого праздника, который моя коллега подготовила в прошлом году, это 2016 год, и вообще понять, что в наших Одинцовских дворах вот сейчас время от времени происходит. Прошу. Во дворе дома номер 18 непривычно многолюдно. Дети с нетерпением ждут начала праздника. Сегодня они юные пилоты, впереди у которых самые настоящие приключения. Старт воздушному плаванию дает капитан корабля. Сегодня мы с вами будем проходить множество испытаний, интересных и необычных заданий, и для этого мне очень важно быть абсолютно в вас уверенным. Заручившись необходимой поддержкой, капитан поделил участников на несколько команд. Каждая должна была посетить шесть стран – Англию, Японию, Россию, Францию, Канаду и Бразилию. На остановках дети показывали свою ловкость, меткость, творческие способности и смекалку. Она была просто необходима. Пустой листок бумажки делаем, маленький такой кулечек, дай сюда платок, убираем сюда в этот кулек, считаем сейчас все до трех, и так, приятно, поехали. Раз, два, три, все, открываем его. Открываем, нет ничего, все пропало. Не надо, тихо. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению поделок и украшений. Популярный у детей аквагрим только добавил веселье в этот праздник. На всей площадке царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. Нравятся праздники двора тем, что здесь весело, очень много людей, можно познакомиться со всеми. Мне больше всего понравились фокусы, потому что я вообще люблю фокусы. Здесь очень весело, мне здесь очень нравится, здесь много подарков, клоуны здесь. Никто из участников не ушел без подарка от мэра. Памятные сувениры получили не только дети, но и взрослые, активно принимающие участие в жизни двора. Стараемся наградить сотрудников наших управляющих компаний, наших дворников, уборщиков, слесарей, сантехников, плотников, которые тоже занимаются обслуживанием наших домов. Потому что порой мы тоже, жители, не всегда знаем, кто у нас вывозит мусор, кто у нас дворник, и кто у нас просто слесарь, кому можно обратиться за помощью. На праздники двора приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания. Цель таких акций – привлечь жителей к общению друг с другом. Ведь очень часто бывает, что проживая в одном доме, соседи ничего не знают друг о друге. Что же, вот такие интересные мероприятия время от времени у нас в Одинцовских дворах проходят? Ну, видно, что активность у людей есть. Конечно. И при этом мы же наверняка понимаем. Вот у нас, условно говоря, в доме живет 100 человек. Из них на какие-то массовые мероприятия, если они действительно будут регулярными, интересными, да, ну, 70 человек будет выходить. И из этих 70, наверняка, человек только 5-10 готовы что-то творить и делать. Но при всем при этом массовость-то имеется. Люди выходят, смотрят, оценивают и так далее. Вот хотелось бы понять. Вы, когда придумывали этот проект, да, от чего-то отталкивались? К вам приходили, может быть, заявки интересные о том, что вот я такой-то, такой-то там, Петр Петрович. Почему бы общественная палата не сделать по моему там адресу вот то-то, и то-то, и то-то? Или вы действительно просто вот так вот придумали это и все? Ну, я думаю, что, скорее всего, этот конкурс просто как бы вырос из желания, да, многих людей и так совпало все, что... То есть вот я о чем говорю, обратная связь есть с вами, да? Да, то есть как бы и все совпало так, что захотели этот конкурс сделать и общественная палата, да, общественники, и администрация. То есть это все соединилось в одном и созрел именно конкурс, где не просто, да, идеи приносятся и проговариваются, и это все уходит куда-то в ящик, да. Это живой конкурс, где любой житель Одинцовского района может проявить инициативу, да, и принять участие в идее своего двора украшения, да, то есть вот как он видит. Может быть, у кого-то вот он просыпается и видит уже готовую картинку, как бы он хотел, чтобы у него было красиво во дворе. Поэтому вот, ну, такие бы приветствуются работы, и пусть люди участвуют, приносят идеи свои, потому что, ну, мне кажется, каждому будет приятно увидеть что-то красивое у себя во дворе, а не то, что навязано, да. Что ты придумал сам. Да, не спущенный сверху. Скажите, а не придется ли долго людям ждать? Потому что, ну, сами понимаете, творческие люди, они обычно нетерпеливы. Сколько вы планируете, вот, и в какие этапы вы планируете развивать этот проект, оценивать и отсеивать неудачные проекты и так далее? Ну, мне хотелось бы сказать, что неудачных проектов не бывает. Если человек захотел что-то создать, это уже творчество, это уже, это его позиция, да, это его видение. Мы не можем это критиковать, да, мы можем это принимать, и по возможности, если действительно это будет оценено, по достоинству профессионалами, конечно, реализовывать. Ну, и все-таки по срокам. 30 июля последняя заявка вам пришла. Окончание сбора заявок, дальше у нас оценка, да. Оценка проектов и определение победителей с 31 июля по 25 августа 2017 года. За месяц примерно, да? Да. А вообще, как предполагается, открытая оценка, то есть... Хотелось бы, да, открытое обсуждение, чтобы люди сами тоже поучаствовали в обсуждении проектов своих коллег по конкурсу, да. Или что предлагают другие люди с соседних дворов, с соседних деревьев. А речь здесь идет исключительно об участниках конкурса, или, условно говоря, это может быть какую-то форму референдума приобретет? Мы посмотрим, насколько активно люди будут включаться в этот конкурс, насколько они захотят поучаствовать. Потому что мы, когда видим какой-то новый элемент у себя во дворе, первое, что возникает, да, это скепсис. Ну вот опять что-то появилось, нас не спросили. Мы спрашиваем теперь, мы говорим, давайте, создавайте сами, придумывайте, приносите, пожалуйста, в палату, приносите в администрацию. Вас там ждут с распростертыми объятиями, приносите проекты, рисуйте, творите. Мы ждем, да, мы все ждем от вас идей. Пожалуйста, вперед. Пока активность не такая большая. С чем это связано? Может быть, летний сезон. Все творческие люди на пленэрах, например, да, размехались. А насколько широко освещается вообще этот конкурс? Ну, мы вот сегодня на Одинцовском телевидении об этом поговорили. А в других средствах массовой информации есть какие-то материалы? Да, задействован информационный ресурс, ну, прежде всего, наш информационный ресурс, общественная палата, Одинцовское телевидение нас всегда поддерживает, Одинцовская неделя, новые рубежи. То есть все средства массовой информации стараются нас поддержать в любом проекте, который бы мы ни начинали. Интернет, порталы, все поддерживают. Другой вопрос, что, конечно же, как говорится, раскачать, да, человека как-то вот его сподвигнуть на что-то, это должен быть какой-то импульс, да. Может быть, что-то очень яркое, посмотрим. Может быть, наша передача станет тем пусковым механизмом, который запустит маховик и все заработает. Хотелось бы, хотелось бы видеть больше проектов, ярких, творческих. Пускай рисуют дети, пускай создают они. Может быть, дети и станут первыми ласточками, правда ведь? Может быть, с них все начнется, а там уже взрослые потянутся, посмотрим. Дети, они у нас отличаются, особенно вот поколение, которое сейчас начало приходить, просто неуемной, невероятной фантазией. Я, честно скажу, мне бы не пришло в голову сделать исход долга скамеечку. Хотя это здорово, хотя это реально здорово. За две минуты, пожалуйста, создаются такие идеи. Самое главное, чтобы в этом конкурсе скепсис не сыграл свою отрицательную роль. Хотелось бы, чтобы люди действительно поняли, что это не какой-то мертвый конкурс, который вот кто-то там где-то делает. Для чего-то, да. Для чего-то, для какой-то галочки, как говорят. То есть мы действительно обращаемся к тому, что приносите, да, вас хотят услышать и ждут от вас какой-то обратной связи, да, чтобы вы хотели увидеть, чтобы это не было навязано очередной раз, да, чтобы это было действительно то, что... Сообща, сделано сообща вместе. Может быть, даже то, что вы придумали, да, это какая-то вещь, и другие тоже люди захотят увидеть это в других дворах. Ну и завершая тему этапов, до 25 августа будет оценка, и дальше, я так понимаю, будет уже объявление там победителей и так далее. Вот на третий этот этап также сроки какие-то уже имеются? Нет. Сроки реализации, скорее всего, в следующий год, потому что здесь... Нет, нет, не реализации. Я имею в виду именно объявления победителей, чтобы люди хотя бы поняли, получилось, да, у их проекта. К 25 августа уже будет определённо. Всё будет уже завершено, да. Мы стремимся, конечно же, ко дню города Одинцова, к торжественному дню, самому долгожданному для жителей нашего города. Озвучить победителей, наградить, вручить подарки и определить, возможно, уже места, где в дальнейшем будут реализовываться данные проекты. Но главное – творческие инициативы. Это правда. Я полагаю, что когда в следующий раз мы с вашей комиссией здесь встретимся, это будет уже общественная палата следующего созыва, уже будут какие-то конкретные, может быть, даже результаты, и, в общем-то, быть может, конкретные уже и даты реализации проектов, когда в каком-то дворе что-то появится невероятно интересное, вкусное и классное. Спасибо, что приезжали к нам сегодня. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберёмся». Сегодня мы обсуждали конкурс по благоустройству, развитию, созданию чего-то реально интересного в наших дворах, которое называется «Создадим красоту вместе». Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте общественной палаты Одинцовского района. Там же вы можете обнаружить форму обратной связи и электронный адрес, электронную почту общественной палаты. Пишите им в течение недели или звоните нам в редакцию. Наш телефон неизменный 508-86-84. Будем ждать ваших звонков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин